А знаете ли вы, как появился каблук? История каблука берет свое начало в Древней Греции. Это были сандалии Катурн с толстой подошвой, которые носили актеры, чтобы казаться выше. Землепашцы Древнего Египта использовали каблук для удобства передвижения по полям и сохранения равновесия на рыхлой земле, особенно во время разлива Нила. В восьмом веке на Востоке высокие каблуки защищали ноги от ожогов во время купания в бане на раскаленном полу. В средневековой Европе, чтобы спокойно передвигаться по улицам, утопающим в нечистотах, изобрели ходульные башмаки, которые назывались сабо. Для эстетической цели каблук в 5 сантиметров впервые одела королева Франции Екатерина Медеччи в 1522 году на свою церемонию венчания. Для английской королевы Мария Тюдор, желающей быть выше всех своих подданных, специально разработали конусовидный каблук, очень похожий на современный. В коллекции обуви Людовика XVI, которую комплексовал из-за роста, были 16-сантиметровые каблуки, украшенные вышивкой, бархатом, пряжками и драгоценными камнями. Тогда же обувь с красными каблуками стали признаком аристократии. Каблуки же простолюдинов окрашивали в черный цвет. На Руси каблуки делали из дерева, прикрепляли к подошве и сверху обшивали кожей. Само слово «каблук» пришло в русский язык из тюркского и означает «пятка». Делись этим видео с друзьями. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний. Субтитры создавал DimaTorzok